Короткое видео о том, как настроить отображение карты в Осмонд на более подробное, например, для поездок на велосипеде. После того, как мы скачали Осмонд, у нас загружается карта нашего региона в настройках при первом запуске. Но она такая довольно простая. На примере Битцовского парка можно видеть, что это просто зеленый лес, там видны какие-то реки. Но можно добиться более подробного отображения, например, изменив тип наложения из телекарты. В Осмонде имеется несколько заготовленных профилей под каждый из вид активности и можно сохранять разные настройки отображения. Например, на автомобиле нам очень подробные карты не нужны, нужны в основном там шоссе, на велосипеде наоборот. Хотелось бы видеть все тропинки и рельеф. Каждый из этих профилей хранит свои настройки отдельно. Можем менять один профиль, не трогая другой. Поэтому первым делом, когда я ставлю себе Осмонд, всегда сначала меняю стиль карты на туристический. Также есть маршруты, отмеченные в Осмонде, точнее в ОСМ. Их можно также отобразить. Можно также ставить пешие маршруты, конные и так далее, какие вам нужны. Есть отображение дорог более подробных. Например, чтобы был виден тип покрытия, он будет штриховыми линиями, цветом отображаться. И качество дорог. То есть, те дороги, которые будут красные, вы там, скорее всего, только на внедорожнике проедете. Или придется велосипед обносить по лужам. Ну и ограничение доступа тоже иногда помогает. Когда какой-нибудь шлагбаумный забор, чтобы не проложить маршрут туда, где вы не пройдете, тоже можно поставить. После применения таких настроек мы видим, что наша карта значительно поменялась. Появились всякие тропинки. Вот здесь цветом обозначены всякие велосипедные трейлы. Синие, зеленые, красные. Даже написано их название. И так далее. Но можно добиться еще более подробного отображения, включив слой рельефа местности и линий высот. На равнине такое не всегда полезно. В горах сильно упрощает жизнь. Чтобы добавить слой рельефа местности, надо загрузить отдельные карты. Чтобы загрузить новые карты, можно отдалиться и выбрать регион. Сразу появляется такое меню. Нажимаем Московскую область, прочие карты. И скачиваем рельеф местности. Это будет затенение рельефа. И карты высот. Линии высот. Карты линии высот нам помогают также, кроме отображения этих линий, рассчитывать высоту построенного нами маршрута. То есть набор высоты. И дальше мы включаем эти два отображения. Слой рельефа местности. И контурные линии. Можно задать масштаб, начиная с которого будут отображаться эти линии. Смотрим теперь на нашу карту. Видим, что вдоль рек появилось затенение. Видно, что там какие-то есть овраги. В городе в основном мы видим какие-то жилые комплексы. Например, если посмотреть на лужники, то спортивная арена тоже отображается как рельеф местности. Вот. Но более таким красочным примером будет Кавказ. Сейчас на Кавказе мы сразу увидим все горы, все ущелья. Такая сразу становится интересная карта. Наглядная. Если сейчас отключить затенение рельефа, все становится плоским. И кажется, что все близко. А на самом деле, если вы куда-то захотите поехать, придется лезть в гору. Если мы приближаемся, то уже видны и линии рельефа местности с подписанными высотами. С недавних версий в Осмонде стало возможным сохранять профили и даже делиться ими. Выбираем настройки профиля. Вот здесь есть экспорт. Я все, что сегодня мы сделаем, выложу отдельной ссылкой. Но в этом чуть позже. Локальные векторные карты – это, конечно, хорошо. Но в некоторых местах все не так хорошо отрисовано. Особенно в какой-нибудь глуши. И полезно также иметь карты спутниковые. Чтобы их включить, заходим в источник карты. Здесь есть плагин. Оффлайн карты. Так, теперь нам доступен список карт. Нажимаем «Загрузить еще». Тут есть заготовленные уже в Осмонде какие-то карты. Можем, например, Яндекс.Спутник включить, применить. Теперь мы видим все со спутника. Но теперь мы не видим дорог. В Осмонде есть карта наложения и карта подложки. Чаще всего я делаю так. Оставляем локальные векторные карты в качестве источника. А карты подложки ставим спутниковые карты. Тогда у нас получается такой гибрид. Когда дороги наложены на спутниковую карту. Вы можете что-то разглядеть, что вам надо. Какое-то место для ночевки. И так далее. Карты таких есть великое множество. И не все они перечислены в этом заготовленном Осмондом списке. Например, раньше были гугл-карты. После того, как гугл стал просить больше денег, они отсюда его убрали. но его все равно можно добавить. Есть сайт с картами для Осмонда. Ссылка на него будет под видео. Здесь можно найти все, что душе угодно. Например, вот мой любимый гугл-гибрид. Скачиваем. Открываем. в Осмонде. Вот у нас появился теперь здесь гугл-гибрид. На нем, помимо спутниковых снимков, также есть название населенных пунктов. Но это не главное. Также видны магазины и прочие важные объекты, которые могут быть не отмечены в Осмонде. Кстати, по поводу отметок магазинов важная вещь. POI. Points of Interest. То есть, это точки, магазины, все, что угодно. Общественный транспорт, еда. Я в основном выбираю всегда туризм, чтобы посмотреть какие-то достопримечательности. Они вот таким вот образом будут отмечены на карте. Можно также включить метки точек. Сразу у нас будут подписаны эти POI. Либо можно, если мы ищем магазин, включить продуктовый магазин или супермаркет. Сразу видны магазины. Также можно выделить несколько типов. Нажимаем здесь на галочку и отмечаем туризм, продуктовый супермаркет. Все. Теперь все, что нас интересует, сразу видно на карте. Еще полезной картой является Strava Hitmap. Это карта всех треков, которые загружают люди в Strava. Таким образом, можно увидеть, где больше всего людей каталось и сориентироваться, как проще проложить свой маршрут. эта карта также доступна на сайте. Для бега, для велосипеда, все слои. Для сейчас я... Сейчас возьмем для велосипеда Velo HD. открываем и смотрим, что же это у нас такое. вот теперь наглядно показано, где чаще всего люди ездят, там более жирные и светлые линии. Также потоньше. данная карта может быть полезна уже непосредственно при планировании маршрута. И ее мы ставим источником наложения. Источником наложения Strava. источник карты локальные и векторные. Теперь у нас как бы три слоя. Здесь есть полузонок непрозрачности. Поскольку у нас только дороги отображаются, я страву на максимальную непрозрачность доставлю. возвращаясь к нашему Битцовскому парку. все прогрузилось. Теперь понятно по каким оврагам чаще всего ездят велосипедисты. видны тропинки. Здесь несколько наверное уже излишней информации. Основной принцип думаю понятен. Теперь я поделюсь этим профилем. Заходим в настройки профиля. Экспорт. Здесь есть галочка добавить дополнительные данные. в эти данные входят наши нестандартные слои с картами. Я включу также их в этот экспорт и человек который у себя просто откроет файл этих настроек у него сразу будут доступны эти же слои. То есть их придется скачивать естественно но настройки будут уже готовы. мы можем поделиться отправив к электронной почте и так далее. На этом сегодня все.